Добросовестно выполнять свою работу, помнить о личной ответственности за свои решения и действия, беречь репутацию, совершенствовать профессиональное мастерство. Это слова и склятвы, которые дает каждый выпускник Томского политехнического университета, вступающий на долгий путь инженера, того, на чьих плечах держится будущее России. ТПО основан в 1896 году императором Николаем II как Томский технологический институт. Он стал первым и на долгие годы единственным техническим вузом на огромные территории Сибири и Дальнего Востока. В новое учебное заведение съезжались лучшие ученые и преподаватели. Великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев принимал активное участие в становлении вуза, помогал оснащать лаборатории новейшим оборудованием и подбирал кадры. Первым директором вуза стал его ученик Ефим Лукьянович Зубашев. При нем вырос исторический кампус университета. ТМЧ крестили его европейским кварталом за красоту, изящество и передовые технологии. Сегодня корпуса ТПО – памятники архитектуры федерального и регионального значения. Из этих стен вышли уже более 170 тысяч инженеров. Среди них – отец отечественного вертолетостроения Камов, первооткрыватель Норильского рудного района Урванцев, конструктор Останкинской башни Никитин, разработчик буровых установок для луноходов Алимов и многие другие. Ученые-выпускники университета принимали активнейшее участие в освоении территорий от Урала до Тихого океана и от пустынь Средней Азии до Полярных льдов. Они сыграли важную роль в развитии нефтегазовой, угольной, металлургической, атомной, машиностроительной, космической, энергетической и химической отраслей страны. В новейшей истории Томский политехнический институт первым среди технических вузов страны получил статус университета. Стал учредителем Ассоциации технических университетов России, ТПУ – участник самых крупных государственных программ, 5100, релитет 2030 и передовые инженерные школы. Сегодня Томский политех – лучший нестоличный инженерный университет страны. Он занимает первое место в России и 14-е среди вузов мира по нефтегазовому делу. Он первый в стране по химическим технологиям и энергетике, второй по атомным технологиям и входит в десятку лучших по электронике, IT и другим направлениям. В университете 11,5 тысяч студентов со всей страны из разных стран мира. Они учатся и занимаются наукой в инженерных и исследовательских школах. В ТПУ не зря политехнический университет. Здесь собрана уникальная по своей широте линейка специальностей. В ТПУ готовят физиков-ядерщиков, айтишников, нефтяников, биотехнологов, энергетиков, технологических предпринимателей и не только. Любой студент может вместо диплома защитить стартап. ТПУ курирует работу стартап-студии университета в Томске. В ВУЗе есть предпринимательская точка кипения и собственный бизнес-акселератор. Работают в университете больше тысячи преподавателей. Среди них 256 докторов наук. При этом в университете высокая доля молодых преподавателей. В ТПУ работает военный учебный центр. Ежегодно в него поступают больше сотни студентов. Это будущие офицеры и сержанты запаса. Востребованность выпускников ТПУ подтверждена спросом от работодателей. 95 политехников трудоустраиваются сразу после выпуска. ТПУ – российский и международный бренд в нефтегазовом и ядерном образовании. Выпускники Томского политеха работают практически во всех нефтегазовых компаниях России. А из 11 действующих атомных станций России на 7 руководящие должности занимают политехники. Ядерщиков в ТПУ готовят и для других стран. Партнеров госкорпорации «Росатом». Томский политех – исследовательский университет. Здесь работают известные в стране и мире научные коллективы. Они ведут исследования в области физики и математики, химии и науках о материалах, распределенной энергетике, инженерии, здоровье, промышленной томографии и неразрушающего контроля, космических технологий, IT и искусственного интеллекта, радиационных технологий, исследуют арктический шельф. Ученые ТПУ работают в международных и российских мега-сайенс-проектах. Так, для сибирского кольцевого источника фотонов – СКИФ – политехники создают сразу несколько исследовательских станций. В ТПУ работают 114 лабораторий. Во всех работают студенты и аспиранты. Жемчужина научной инфраструктуры – исследовательский ядерный реактор. Это научный, образовательный и производственный центр. Здесь по собственным технологиям производят препараты для диагностики и терапии рака, окрашивают драгоценные камни, улучшают свойства кремния и лечат животных от онкологии. ТПУ входит в топ-10 университетов, страны по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для семи крупнейших компаний России ТПУ – опорный университет. ВУЗ входит в 17 программ инновационного развития госкорпорации. Но, безусловно, главная ценность университета – это люди. Студенты, преподаватели, ученые и сотрудники. Для них в кампусе ТПУ в центре Томска работают международный культурный центр, спортивные площадки, библиотека, бассейн и современный спорткомплекс. В студенческих спортклубах политехники плавают с аквалангом, занимаются альпинизмом и летают на дельтапланах. В творческих объединениях студенты поют, танцуют и работают в собственном медиа-центре. В студенческом научном обществе делают первые шаги в науке. Волонтеры университета представляют ТПУ и регион на крупнейших российских мероприятиях. А студенческие отряды каждое лето работают по всей стране. День за днем сотрудники и студенты Томского политеха познают новое, совершают открытия и притворяют идеи в жизни ради одной единственной цели – использовать свои знания и умения во благо Родины и всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok